Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Аминь. Начинаем. Номер 482. События дня. Иаков 5.9. Не сетуйте, братья, друг на друга, чтобы не быть осужденными. Вот судья стоит у дверей. 7.04.2017 год. Ну дальше я говорю, что по скайпу кто на меня выходит. Для меня удобнее всего с 4 Москвы до 16. То есть до 4 дня. И кто ждет разговора по скайпу, чтобы сначала он внизу написал. А то дальше вы видите, можно прочитать будет, говорим. Ну и когда люди желают примириться, мы заново прочитаем. Это надо твердо запомнить. Не просто Христа ради прости меня, но что? Лука 17.3. Наблюдайте за собою. Если же согрешит против тебя брат твой, выговори ему. Если покаяться, прости ему. Интересно, как надо? Мне нужно выговорить ему, а наблюдать за собой. Не за ним наблюдай, какие он промашки сделает, а за собой наблюдай. В чем здесь заключается и какая связь? То есть правильно ли просите прощения? Я так понял. Не просто Христа ради, а надо сказать о чем и разобрать проступок. А откуда известно это? Вот откуда. Считаем. Немало нас таких, что печалимся о грехах, а причины их охотно лелеем в себе. То есть надо причины, корень найти и выдрать это. Корень. Как бородавки какой. Преподобный Марк Подвижник. Запомните его. Марк Подвижник. Вот он подвязается на этом деле. Еще прочитаем, когда люди нападают, что такое хула на Дух Святой. Как можно похулить. Мы вчера читали это. Я просто показываю толкование. Здесь можно будет потом прочитать. Ну, прочитай. Одно из толкований хулы на Духа Святого дано святителям в правилах богоугодной жизни. Правило 35. Те, которые видят в ком-либо плод Святого Духа, везде сохраняющий равную степень богочестия, и не Святому Духу его приписывают, но присвояют противнику, те произносят хулу на самого Святого Духа. Вот как. Дополнением к этому правилу служит другое толкование Василия Великого. Кавычки открыто. Тот хулит Духа Святого, кто действия и плоды Святого Духа приписывает противнику. Сему подвергаются многие, нередко рачительные, опрометчиво называют течеславными того, кто показывает добрую ревность, ложно обвиняя в гневе и многое подобное лживо приписывая по лукавым подозрениям. Кавычки закрыто. Я это считаю, как будто он обо мне говорит. Вот нападают, когда на меня, они нападают именно за это. Но они же нападают не за то, что я пошел, убивал кого-то или где-то, а именно за все это. И они переходят эту грань, где человек может остаться человеком, а не отверженным от Бога. Дальше. Как видно из приведенных цитат, святитель Василий относит ко греху хулы на Духа Святого и клевету на христианина и зависти к полученным им дарам Духа. Абсолютно точно. Хула состоит в том, что человека, показывающего ревность в богоугодной жизни, вдруг по одному лишь подозрению в гневливости и высокомерии начинают считать тщеславным, возводят на него ложные обвинения. А если он за свою подвижническую жизнь получил, как награду от Святого Духа, какое-либо дарование, то объявляют это дарование действием бесовской силы. Это у меня было такое. В Новосибирске я был, и там увидели, что я Писание знаю. Вот смотри ему, как Сатана знание дает Писание. Они видали такое. Ну, что ж, это баптист. Но когда я стал им говорить, что нарушаете каноны, правила, они ужаснулись. Говорят, ты смотри, никогда не думали, что Сатана дает знание канонов. Но когда я стал цитировать святых отцов на память, они чуть в оморок не упали. И говорят, надо же, Сатана, оказывается, и святых отцов не боится, дает знать даже это. То есть они никак не могут с точки с этой сойти и остались так. В этом состоянии и прощания ничего нет. В этот страшный грех хулы могут впасть даже добрые христиане, пытающиеся поспешно сделать о ком-либо заключение и выводы. Я вел занятия в пяти университетах, в школах. И вот задавали вопрос, ну а как вот баптисты? Имеют они Духа Святого или нет? Я говорю, они признают, что Господь наш Христос, Спаситель мира? Ну, конечно, баптисты признают. Я говорю, апостол Павел, никто не может назвать Иисуса Господом, как только Духом Святым. Да что, у них Дух Святой есть? Конечно. Это я говорю о первой ступени, когда они уверовали. А когда дальше они стоят на одном и воюют против церкви, рубят иконы, они еретики. И там уже то, что давали характеристику на первой ступени, дать мы никак не можем. Это не от Бога, когда они искажают Писание, разделяют церковь, придумывают, хлеб ломают, а на самом деле священства нету, обман. Сплошной Дух лжи уже охватывает их целиком. Святитель также поясняет, к чему может привести хула и на кого похож богохульник. Кавычки открыты. Хула на Духа приводит тебя к понятиям злочестивым и недозволенным. Как скоро сказал ты о Духе, чего не должно говорить, тебе обозначилось уже, что ты оставлен Духом. О как! Как сомкнувшие глаза имеют в себе свою тьму, так отлучившиеся от Духа, став вне просвещающего, объемлются душевной слепотою. Святитель Василий Великий пишет. 330-379 годы. И далее. Не злословие, надобно бояться, но того, чтобы не представить из себя лицемеров, в таком случае вы покажете себя неразумными и достойными презрения. Если же вы будете строги в обращении, из-за этого подвернетесь злословию, радуйтесь. Таково именно свойство соли, что она едкостью остроты своей неприятна на вкус людей сластолюбивых. Злословие, следовательно, необходимо будет преследовать вас, но нисколько не повредит вам. Напротив, будет свидетельствовать о вашей твердости. Если же вы, устрашаясь, злословие оставите, подобающую вам твердость, то подвергнетесь тягчайшим бедствиям. Вас все будут и злословить, и презирать. А это то самое и значит попираемо. Святой Иоанн Златоуст. Вот так. И на меня когда-то только вы помягше, но вот это не говорил, вот это другое было бы. Ну, другое. Дальше. Святитель Иоанн Златоуст, это был, точнее, догматист, экзегет и философ, аскет и молитвенник, Иосидор Пилусиот, везде в своих поучениях во главу угла всегда ставил священное писание. Преподобный Иосидор пользовался особым уважением многих епископов и императоров, которые приходили к нему в келью за благословением. Итак, вслед за Василием Великим, преподобный Симеон относит к греху непростительной хулы приписывание благодатных дуров Духа в подвижниках действий бесов. Хулой является обвинением в бесовской прелести тех, кто сподобился в умной, непрестанной молитве после очищения от страстей воздействия Божественного Духа. Дальше. Наталья Чернова. Так, мне кажется, насчет Никиты Елена Морозова сильно преувеличила, что он хамит и не любит братьей. Я вижу положительный сдвиг по сравнению с тем, чем раньше он был. Ну, а Никите тут последние дни очень так богато, как говорят украинцы, богато отзывов. Ну и, можно сказать, не только многие, а чуть ли не все положительные. Вот. Теперь показываю наши ресурсы. Вчера день был такой благовещение, были в храме. Уж как Бог примет молитву. Ну и выставил я ролик, тогда мы вышли оттуда, можете посмотреть. Большой ресурс у нас это мой мир. Я его очень люблю. Ох, какой он был хороший, когда его не портили. одновременно можно было 10 тысяч фотографий. 12 фотографий, это 12 тысяч фотографий послать. Ой, просто, ну, замечательно было. И 5 тысяч знаков. Ну, а потом все это обрубили, видимо, заставили их это сделать. Или что, тут правители все это решают. Потому что понравилось. Я вижу, этот человек просил, как фамилия или имя, не поймешь его, кто такой. Вот. Ну и далее у нас это форум. Ну, потише маленько, ты же что делаешь-то? Много раз уже говорил. Молча. Протри и все. Чуть меня не сдул с места. Вот он, православный форум. Смотрите, 1600 тем. Как ухулан пустыня. И далее у нас православный видеоканал открытым оком о свете Библии. Очень богатый. 5 миллионов 900 тысяч только просмотров. Вот. И 6800 видеороликов. Вот я сейчас открою, посмотреть, кто отзыв какой дает-то. Ну, потому что пока говорил, есть вот, если ругатель, ну, я не виноват. Тут, ну, тут еще нельзя понять будет, о чем он. Ссылка какая-то дается. Что тут пишет или что-то? Ссылка. Ссылку дает. А? Дает ссылку какую-то. Ну, ссылку дает. Ну, тогда ни о чем тут не будем. Соси Христос. Игнатий Тихонович, вас и братью. Еще с праздником Благовещения. Ну, слава Богу, не ругательные. Не ругательные. Ну, и далее у нас идет, мы рассматриваем, я не показал, наш ресурс, очень большой, это православный библейский сайт по свете Библии. И вот здесь самое-самое ценное. Ответы, 4124 ответа по вопросам. И они разбиты на 55 папок тем. И сейчас у нас тема идет, какая идет, священство. И вот сейчас задавать буду вопросы. Здесь, как я отвечал, а Никита будет насчитывать. Вопрос 616. Второй том открытым оком. Мы все каемся перед священником. А перед кем он кается? Или вообще не кается перед людьми, а только перед Богом? Или перед епископом? А епископ перед патриархом? А патриарх выходит только перед Богом? Вопрос какой хороший. Ответ. По смыслу, как будто так и бы и должно быть. А в действительности, дело обстоит так. В каждой из епархий есть кто-либо из священников, как правило, престарелые еромонахи, которые называются духовниками. Время поста священники приезжают в епархию и исповедуются перед ними. Так и миряне перед священником. Перед духовником точно так же исповедуются и епископы, и патриарх, и папа, а сам он перед одним из священников. Вот как выглядит примерная исповедь кающегося священника. Кавычки открыты. Исповедую Господу Богу моему во Святой Троице славимому пред Тобою, честные очи, все грехи мои, соделанные в минувшем лете жизни моей. Согрешил я пред Господом Богом против всех заповедей Его своим маловерием, а иногда и неверием, сомнением, и вольнодумством, нерадением, а иногда и отчаянием о спасении своем, самонадением и человеконадением, более, нежели на Бога. Надеждой на милосердие Божие, неразумную, забвением о правосудии Божием, недостатком преданности и противлением воли Божией, человекоугодием, небрежением о славе имени Божия, плотоугодием, сладострастием, корыстолюбием, гордостью, самолюбием, бесстыдством и лицемерием, неблагоговейным отношением к имени Божию, легкомысленным призыванием этого имени, ложной стыдливостью явить себя благочестивым и набожным в очах людей мирских, осуждением благочестия других, недостаточным почитанием праздников Господних, леностным вхождением в Храм Божий и неблагоговейным стоянием вонам, рассеянной молитвой в Храме и Дома, праздноглаголанием, нечестивыми и суетными помыслами в Храме и Дома, небрежением о чтении Слова Божия и душеспасительных книг, уклонением от утренних, вечерних и иных дневных молитв или небрежным выполнением оных только устами, а не сердцем, неблагоговейным священнослужением и приготовлением к принятию святых тайн, небрежением об очищении себя от грехов и об исправлении своей греховной жизни, неблагоговейным обращением со священными предметами, торопливым изображением на себе крестного знамения, нарушением установленных церковью постов, леностным выполнением своих служебных обязанностей, праздностью, рассеянностью, мирскими забавами, недостатком любви и расположения кровным и сродникам, почтительности к начальствующим и старшим, признательности к благодетелям, должность заботливости о воспитании своих чад плотских и духовных, невниманием к своим подчиненным, к их нуждам и просьбам, расстройством собственного здоровья, невоздержанием разного рода, злословием, ненавистью и злобой против ближних, невоздержанием в плотских удовольствиях, в пище и питьях, нечистыми мечтами и повыслами, присвоением себе чужого или незаслуженного, поленности и небрежению к своим обязанностям, попустительством или укрывательством недобросовестности других, невниманием к нужным бедных и нищих, безучастием к несчастным и страждущим и вообще небрежением от благи ближних, осуждением ближних, клеветой на них, лицемерным обращением с ближними, худыми пожеланиями и помыслами, самолюбивыми и горделивыми, властолюбивыми и своекорыстными, похотливыми и сластолюбивыми. Покрой, Господи Боже мой, неизреченным милосердием Твоим все грехи мои, возле мною содеянное во все время жизни моей, изглаголанное и умолчанное по забвению и неродению, словом, делом и помышлением, ведением и неведением, зрением и слухом, вкусом, обонянием и осязанием, которым я прогневал Тебя, Бога и Создателя моего, причинил вред ближним моим. Прости, Ты, честный отче, духовный меня, великого грешника пред Богом и всеми святыми Его, и пред всеми людьми, разреши меня от всех грехов моих и отпусти с миром душу мою и помолись о мне многогрешном. Ну, это что, тут на месте его арестовывать надо только и сажать. Сразу же со священника снимать его. Все, что здесь перечислено. Но так у православных уже принято. Ни Павел, ни апостол нигде уже в этом не каются. Вот эти грехи до рождения свыше. Это говорит, что составлял человек нерожденный свыше, плотской. Совершенно плотской, уличный. Уличный бродяга какой-то каятся. Какой же это священник? И чтобы назывались святые очи. И это же патриарх говорит. Святейшее святейшество. Ну, понимаете, у нас же в этой молитве лицемерие и ложь. Вот я больше на себя наговорю, а Бог милости просит. Да если ты как пёс на бревотину каждый раз, сколько раз исповедуется, четыре поста, и каждый раз говорит, ты уже 50 лет исповедуешься, ложь на четыре, 200 раз говорил, и не с места. Ну, ложь, непрерывная ложь. А как тогда? Ну, что сделал-то, в этом и каяться надо. А чего не было? И чего это? Язык-то молотить зря. И Слово Божие не любит, и чужое имение захватывал, и клеветал на людей. Ну, какое отношение имеет это к христианству-то? Это бомж какой-то, пьяница. Но так принято у нас уже, у православных. Вот надо наговорить, наговорить, а на самом деле ничего за собой не признает. Да я как пёс смердящий. Приходит, здоровься. А, я говорю, идет на встречу пёс смердящий. Он глаза выторчил, какой тебе пёс. Ну, ты же сейчас только говорил. Один все время так говорит, да я хуже всех, да я самый грешней, грешнейший. Настоятель встал в дверях, когда в столовой идут. Да его, он шагнул только, он упер руки-то в косяк. А ты куда идешь? Как куда? На обед. Да какое ты имеешь право с такой братьей, со святыми нашими? А чем я хуже других? Вот и все. А чем я хуже других-то? Ничего не хуже. Так что, здесь тоже надо учить и смотреть. Не лгать. Так, я это мне будет мешать, я ее закрою. Вот, другое, другой вопрос, открываем. Вопрос, вопрос, 2298, 9-й том, открытым оком. И он сказал им, так говорит Господь, Бог Израилев, возложите каждый свой меч на бедро свое, пройдите по стану от ворот до ворот и обратно. И убивайте каждый брата своего, каждый друга своего, каждый ближнего своего. И сделали сыны львийны, по слову Моисея. И пало в тот день из народа около трех тысяч человек. Исход 32, 21, 28. Скажите, почему наказали отступников, а не Аарона? И почему отступников именно убили, а не прогнали? Или не прогляли? Ведь заповедь не убий была уже дана Моисею. Ответ. Из источников иных мы нигде не видим, что же было на самом деле, когда Моисей был на горе. Но Аарон не подавал этой идеи вылить истука на быка, а подал народ. Конечно, не весь народ, но часть оголтелых смутьянов. Моисей вник во все детали этого бунта. Бунта? Четко, ясно произноси. Аарон боялся их, чтобы они не убили его, не повернули и не ушли до прихода Моисея, которого уже и не чаяли дождаться. Сделал это по принуждению. Каноны делают большое различие между тем, кто добровольно делал зло, или по принуждению. Григорий Неокисарийский, второе правило, кавычки открыты. Итак, по разделению грехов вышелеченным образом, грехи, касающиеся мысленной способности души, признаны от отцов тягчайшими и требующими большего, продолжительнейшего и строжайшего покаяния. Например, если кто отрекся верой во Христа и явился предавшим себя или иудейству, или идолопоклонству, или манихейству, или иному подобному виду нечестия, таковой, если произвольно устремился на сие зло, но потом раскаялся, все время жизни своей должен иметь временем покаяния. Вот как, а как? Пожизненное, только перед смертью причастить. Ибо таковое не удостаивается никогда, во время совершения таинственной молитвы вместе с народом поклоняться Богу, но наедине домолиться, а от приобщения святых тайн совершенно да будет отлучен. Научас исхода своего от жизни да удостоится причастия святых тайн. Если же поочечайнее случится ему остаться в живых, то снова доживет в том же осуждении не сподобляясь святых тайн до исхода своего. А те, которые муками и жестокими истязаниями вынуждены подвергаются епитимии на определенное время, заставили отрежься его. Ибо святые отцы такое человеколюбие показали им потому, что не душа их подвергалась падению, но немощь телесная не могла противостоять мучениям. Посему за насильственное и мучение вынужденное отступление по обращению меры эпитимии определяются по примеру согрешивших любодеянием. Третье. Кавычки открыты. Те же, которые приходят к чародеям или прорицателям или к обещающим через демонов учинить некое очищение или отвращение вреда, подробно довопрошаются и доиспытываются. Оставаясь в вере во Христа некой нуждой увлечены они к таковому греху. По направлению данному им каким-либо несчастьем или несносным лишением или совсем презрел исповедание. От нас им вверенные прибегли к пособию демонов. И что ты тут провицателем еще сказал? Я потом провицателем исправился. Это Ре, как предсказывает. Ибо если учинились с отвержением веры и с тем, чтобы не веровать, что Бог есть поклоняемый христианами, то без сомнения подвержены будут осуждению с отступниками. Если же несносная нужда, овладев слабой их душой, довелась до того, обольстив некую ложную надежду, то и над сими также добудет явлено человеколюбие, по подобию тех, которые во время исповедания не возмогли противостать мучениям. Может быть, и родственные чувства и ходатайства сыграли свою долю смягчения вины Аарона, тоже я говорю. Исход 32, 1. Когда народ увидел, что Моисей долго не сходит с горы, то собрался к Аарон и сказал ему, стань и сделай нам Бога, который бы шел перед нами, ибо с этим человеком, с Моисеем, который вывел нас из земли египетской, не знаем, что сделалось. Исход 32, 35. И поразил Господь народ за сделанного тельца, которого сделал Аарон. Число 12, 11. И сказал Аарон Моисею, господин мой, не поставь нам в грех, что мы поступили глупо и согрешили. Исход 32, 22. Но Аарон сказал Моисею, да не возгорается гнев господина моего, ты знаешь этот народ, что он буйный. Число 16, 42. И когда собралось общество против Моисея и Аарона, они обратились к скине собрания, и вот облако покрыло ее, и явилась слава Господня. Число 20, 24. Пусть приложится Аарон к народу своему, ибо он не войдет в землю, которую я даю сынам Израилевым, за то, что вы непокорны были по велению моему увод миривы. Старозаконие 9,20. И на Аарона весьма прогневался Господь и хотел погубить его, но я молился за Аарона в то время. Вот ответ. Чтобы дать ответ, правильно, давай посчитаем. Раз, два, три, вот это вот, четыре места писания, пять, шесть, семь мест писания, на которые здесь в ответе опираюсь. Семь мест писания. Повторю, сегодня никто не будет и священников этим заниматься. Зачем? Просто сказал да и все. А здесь человек понимает авторитет абсолютный и окончательный. Куда бы ни пошел мой Иисус, пророк из Галилеи, Бог всесильный, за ним я побегу, не поплетусь, а полечу на двух крылах орлиных. Нельзя ли путь его предугадать в тысячелетии хотя бы третьем все те же небеса и та же благодать, как будто утром в Назарете встретил. Евангелие тоже и тут же сын Марии. Все с тем же топором, рубанком и пилой. Тем же топором, рубанком и пилой раскающийся так же примет, не отринет. Не стыдно повторять, что я его улов. Мне хочется, во мне любовь пылает. Я жажду Иисусу послужить. Забьюсь ли монастырь подальше от Пилатов, для мира схимникам с отделой с чужим? Нет, нет. Его следы по Иудее, среди мирских, семейных и недужных. Евангелие высшую идею к сердцам нести через язык всем в уши. Он путь, всегда в пути, а не в затворе. За ним идти, не в кельи для монахов. След, след за ним последователь вторит, не ведая пред иродами страха. Что делал бы Иисус со мной в квартире? С утра до вечера ужиться мы сумеем. На проповедь выводит он для мира не иноческий да устав семейный. Кому-то мертвая икона мироточит под заунывные акафисты каноны. Учусь плевать и мазать брением очи. Держаться на плаву, когда священство тонет. На сотый раз свой проверяя курс не ошибиться в самость запахнувшись. Не в монастырь, а в мир ушел Иисус. Раскрепостить попами замазанные уши. Вот это стихотворение. Вот такое я написал. Я их называю не стихотворение, а проповедь в стихах. Далее. Опрос 2167. Восьмой том открытым оком. Есть ли надежда, что епископы поймут необходимость пробуждения, что наконец-то и они начнут содействовать просвещению народа? Есть ли у вас известие, что хотя бы один из них начал меняться в лучшую сторону, ревновать об истине? Ответ. В этом случае приходится говорить уже как о чрезвычайном чуде из чудес, просто из области мифотворчества и фантастики. Но мне и такое пришлось в жизни испытать. Вот как дело развивалось. Предлагаю вам ознакомиться только с одним письмом моим к архиерею, как раз к нашему, который и ныне здравствует и уже по-другому мыслит, чем 7 лет тому назад. Мы очень благодарны Господу, что наш архиереев поддерживает наше начинание по просвещению и не отбрасывает в отвал наши книги. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Кавычки открыты. Мир вам преосвященнейший владыка Евтихий. Получил только что ваше письмо по поводу статьи моей о слове от церковнославянского к великорусскому языку. Статью эту о слове я написал будучи в краевой больнице и прежде чем сдать ее в набор, сказал обо всем том, о чем вы и пишете, что будет такая именно реакция, а кое от кого и при том с последствиями вплоть до того, что вы и изрекаете. А Иоан Златоуст говорит, что напасть беда переносится легче, если заранее к тому готовишься и приход несчастья не постигнет внезапно нас. Когда я был в Америке, то не раз говорил митрополиту Виталию, чтобы вы были поставлены с епископом по Сибири, то есть у нас. Не скрою, что всю жизнь, терпя преследования от епископов, имею же опыт их работы и видел, что самое важное, что они могут делать, это то разрушать, отлучать, в кавычках спасая церковь, освобождая ее от кавычках смутьянов, от всего, что не вмещается в прокурор, прокрутство ложе их, безрадостного утробного бытия. Отсечь, не пущать, отлучить, и вот только на днях я имел трехчасовую беседу в больнице, в кардиологическом центре, со старообрядческим епископом по Сибири Силуяном Килиным. Где он лежал? Он так же, как и вы, твердейший за церковно-славянский язык. Перевод синодальной Библии, по его словам, еретический есть. И все творения святых отцов, что перевели Никоньяне, все еретическое, и что, где по заказу Никона и Алексея Михайловича, масоны исказили все сокровоистину. Для него все святые после 1666 года Серафим Саровский, Иоанн Кронштадтский, Игнатий Брянща Нина, Феофан Затворник, царь Николай II, оптинские старцы, Иннокентий, и все-все это еретики. И что они где в аду ныне? Так они и учат свою паству. К ним перешел из новообрядцев архимандрит Михаил Семенов, ставший у них епископом канадским. Его они ныне в печати свои именуют апостолом 20 века. Но при его жизни они убивали его, о чем и подробнейше и написано в их журнале «Старообрядческая мысль» за 1914 год. И загубили они его, доведя до умопомешательства, и погиб он телесно в 49 лет. как Василий Великий, как Никодим Ротов. 49 лет. Я не знаю откуда эта дата, почему. То есть как бы показывается до 50 без одного. Вот никто это как будто не видит. Я стал смотреть его, и при том сколько нахожу вот такое. А был экстраординарным профессором Санкт-Петербургской академии в 24 года. «Старообрядцы не могли простить ему его неординарность, что он посмел не только встать наряду с ними, но и далеко вперед их шагнуть. Разве здесь не кричит невежество, необразованность, закоснелость, ревнители застоя? И еще он не требовал от переходящих в Синодальной Церкви перемены обрядов троеперстия на двуперстия. А вот уж этого то ему ни на них глава Церкви арепископ Иоанн ни тогдашней верхушка простить не могли». О том писали Зенин и другие его сторонники епископа Михаила. И еще в Синодии здесь я не только про себя говорил. Часто мы просим у Бога и не того, а на свою же грешную голову. А я ведь ходатайствовал о вас, чтобы вас рукоположили епископом для Сибири, то есть и для нас. В этом плане могу сказать ему скажут «А чего же на руках у тебя рубцы?» И он ответит «Отого, что били в доме любящих меня». Захария 13.6 «Я охотно буду издерживать свое и истощать себя за души ваши, несмотря на то, что, чрезвычайно любя вас, я менее любим вами». 2 Коринфянам 12.15 «Вы сразу же загрозились написать против меня митрополита Виталий в Синод, якобы чуть ли не от ереси какой спасайте кого-то. Зачем же так? Есть такая поговорка «Старого быка чем больше бьют, тем шкура толще у него». Так и со мной. Как у деда щукаря, где бы какой бык ни бегал, собака ли, она обязательно на меня наткнется. Порвет мне гачи». «Гачи». «Гачи». «Кто только не пахал на моей спине прокуратура, милиция, КГБ, суды, тюрьмы, лагерь, патриархия, сектанты и прочее, прочее. Правда, все заразное, как будто бы во мне найден корень зла». И.В. 1928 «Сколько отлучали меня разные митрополиты, гидеоны, но потом реабилитировали в сущем сане. Я ведь каждый раз мог бы сказать «Да делов-то, да не держусь, я за свое место». Но я всякий раз перед всеми становился на колени и просил прощения. «Стоя». «Стою и перед вами, простите, если я оскорбил вас, ну, очнись. Тут же прямо я стоял на коленях, слово «стою». Что я, продаю себя и еще стою. Копейку дал мне. «Почему бы вам хотя бы не предположить, что если моя ревность оттолкнула меня от вас, как от ревнителя церковно-славянского языка, то почему хотя бы на равных вам не заговорить со мною, пока я еще не епископ и не митрополит? Почему бы вам точно так же не написать некий трактат, хотя бы такого же объема, как материал моего слове, с такими же ссылками на Библию, на каноны, на святых отцов церкви, что вот нужно именно на непонятном языке вести службы, читать слово Божие в храме, паримии, псалтирь, евангелие, апостола? Но этого-то и нет, а есть только окрик и тяжкая угроза, при том, с первого же прочтения, с листа, и при том, что ни служений, нигде вообще, я еще не сделал ни шага, чтобы было так, как я говорю, а только лишь молюсь о том пред Богом. И это вы возводите в такую смертельную вину мне, что меня и общину, даже две общины, и отца Иакима, готовы пустить сразу же под топор гнева епископского. Сразу, навечно, да полно же. Прикиньте, что написал против патриарха и всей московской патриархии один только отец Глеб Якунин и клички их КГБшные опубликовал, и что написал отец Георгий Эдельштейн, не думая, чтобы они сравнили реакцию московской патриархии на их брошюры публикации, как и на труды Зои Крахмальниковой. И однако, там все еще их терпят. А тут даже и сравнивать нельзя, ибо ваша взрывная реакция на одну лишь публикацию, не задевающую лишь на вас никак, и вообще лишь против непонятности в богослужении, и вы сразу же требуете моего отречения, как у Галилея, и угрозы. И тут я мог бы сказать, с сегодняшнего дня я и буду стоять за порогом с оглашенными, ежели моему дорогому епископу я так не угоден. Но не скажу я этого, но буду смиренно ожидать вашего благоразумного решения, приезда. А вы сразу же и от евхаристического общения отреклись с нами. Думаю, что может статься, что митрополит выслушает тебя и будет остерегаться тебя и по времени возненавидеть тебя. Серахов, 19,9. Что-то я ему говорил, митрополитом я говорил, был с ним, а митрополит-то посмотрит, что ты пишешь-то, но тебя отстарегать все будет. Старобрядцы ругают триста лет Никона за его жестокость. Хвалят же Аввакума Протопопа, который говорил, что царю Алексею Михайловичу, ты мне, Михайлович, дай власть, я из них Никоньян сок выжму, я их всех перепластаю. Просто Бог не дал Аввакуму власти, а то бы еще и похлеще Никона завернул. У меня много брошюр отца Александра Миллианта, где все написано на два столбца. И канон Рождеству, и другие каноны, и Акафист на славянском и на русском. И там ведь нет такого дикого, фанатично иступленного презрения к русскому языку, как сегодня у старобрядцев. Нет этого. Как просто отлучать научились? Отлучили и запретили ни одного орхи епископа Лазаря, епископа Варентина, но отцу Виктору Потапову попало, и епископу Илариону досталось. С такой легкостью пошли к памяти Варнавы, Стеняевы, Аверьяновы, и как будто нечему уже и после... Нечему, ну чего ты сказал нечему? Нечему уже и после этого не научились, но махом, одним прочерком, пера десятки душ, без окормления готовы оставить за статью за частное мнение одного неугодного человека. Что это? Не оттуда ли, где Янгус горел? Когда Орлова Татьяна, дочь Никиты Феоктистовича, залезла меня в Лос-Анджелесе к отцу Александру Миллианту, то только заодно это Орлов ее отец и архиепископ Антоний Лос-Анджелесский буквально истоптали меня в ногах своих. И я видел это там у них ни день и ни два. Видел, что хороши им только те, кто говорит против МП безоглядно. У Миллианта даже много больше народу, чем архиепископ Антоний, которого священник Миллиант и не поминает о богослужении, как своего правящего архиерея. Поиск врагов вовне. 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 Красных и белых, притом без причины. А за так по привычке во вред себе. А вина Миллианта всего-то и состояла в том, что принял якобы из МП священника. Мирно беседовал с ним. О, какое отношение было. А Орлов даже устроил драку там физическую. И тем немало похвалялся мне. А теперь читаю, как гнали архиепископа Иоанна Шанхайского Максимовича иные. И этот же Антоний Лос-Анджелевский. А теперь этот же Антоний вынужден канонизировать Ганимова им же некогда. Вот они, гробницы мертвым пророкам. А я ведь с первой встречи просил вас, владыка, не воевать против нас, не убивать нас. То, что вы защищаете непонятное слушание в храме, это меня страшно огорчает, но не разделяет с вами. Вы вмещаетесь в моем сердце. Я же, хотя пребываю на служении на церковно-славянском языке, а только мысль не по-вашему. И уже одно это сделало меня невместимым в вас. А чего же так? Разве вы больше меня любите, русский народ? Не думаю. Когда здесь молодому священнику иным... Это что означает? Знаю. Потухло что-то все. Так. Интересно, как выключило. И все. Так, подожди. Ого! Это чем вызвано? Без понятия даже. Сейчас заново будет. Может какой-то перебой в электричестве был в доме? Может быть, мигнуло где-то. На полсекунды, может, меньше. У меня там был накопитель энергии, я его убрал. Он мне каждый раз нажимать его... А он стоит у меня без дела, видишь? Ну, в таком случае он мог бы сгодиться. Вот. Теперь все темное. Так. У нас... Сейчас... Перезагрузится. Тут не надо отрывать ничего. Так. Добро пожаловать. Это редкий случай такой. Притом, ничего не записывается. И считаем в горде легкий текст. Это где-то что-то мигнуло. Вот так. Сейчас найдем. Сейчас все это откроется. Мне надо открыть все. Там люди стоят. Жмут. Так. Что оно? Откроется или не откроется? Вот так как будто бы открывается. Так. Сейчас посмотрим. Теперь там надо... Что теперь? Какое место ты говоришь? Где? Вот это вот? Нет, наверное, вот этот. Вот это. Хотя... Это все тогда звело священник. А, нет, нет. Это про... А? Это про католиков почему-то. Нет, это не то. Открывает, не то. А не то, значит, не то и будет. А, нет. Что-то есть. Есть, есть. Это оно. Только название почему-то про католиков. Ну, вот так. Ну, и теперь гляди, где это было? Нет, выше, 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 выше. Еще выше. Еще выше. Вот этот-то закройте. А зачем закрыть? А зачем? Ну, не надо мне закрывать. Выпускают. Так. Так. Больше меня любите народ? Не думаю. Не думаю. Так, подожди. Мне этих надо теперь найти. Теперь где вот это вот? Да нет. Это что-то не то. А где открыто? А тут исчезло. Совсем не было. Почему не то? То самое. Интересно. Это тоже то же самое. Да, это одно и то же. Да, это одно и то же. Видишь как. Ну. Все. Вот оно где. Так. Видишь как вот передернуло. систему. Помаленьку, помаленьку выходит куда-то. Так, так. Теперь мне это... Ну, вот же оно. А? Вот это. Да. Утреннее. Утреннее. Теперь что? Ну, вот. Трубка. Да. Теперь что-то нет вот это. Вам, не знаю, слышно, не слышно. Сергей пришел. Ничего не понятно. Вам слышно нас или нет? Кто там? Слышно. Слышно, слышно. Ну, это вырубило что. То ли свет выключали, то ли что. Так, мы продолжаем дальше считать. Ответы даем. Вот. Считаем. Так. Разве вы больше меня любите, русский народ? Не думаю. Когда здесь молодому священнику иным 17 лет от роду оказали нашу статью о крещении, то он в ответ изрек, что мог бы и лучше и такое же написать из этих же книг, надергать выдержек, но с другим смыслом. Узнав это, я сказал, пока я еще не знаю, кто такой этот отец Сергий Фессун, а вот когда он докажет то, что обещал, тогда познай, что он антихрист. Когда же ему это передали, то он сразу же и ответил, а не и не читал этот материал о крещении. Так-то. Вы даже не попытались, слово хотя сказать, на выдержку из Ефеофана Затворника и на решение собора 17-18 годов о русском языке, но вы рассыпались страшной бранью, написав беспросветное, бессовестное клевета. Вы решили уйти, громко хлопнув дверью, помраченье ума, прогрессирующая мало-помалу прелесть бесовская с гордыней, самоуверенностью питаемая. Это он мне пишет. У них у всех прелесть и гордыня. Два слова. Это епископ так наш написал. Дорогой мой, да разве вы не знаете, что большая часть священников погибает и что Серафим Саровский сказал о вас? Отчего же не прилагаете к себе ни слова? Так ли любите себя, как меня? Вы изрекли в этом последнем вашем письме. Не могу оставить без последствий столь грубого вашего проступка, агрессивности и лжи. Предполагаю принять такие меры. Первое. Запрещение публикации без церковной цензуры. Просить вас о публичном же покаянии в написании данной статьи. Если же такого не будет, то второе. Запрет катехизаторской деятельности. То есть от него это совершенно не зависит. То есть он здесь переборщил, через края полез. Он может там при счастье, а это не касается катехизаторской деятельности. Но он грамоту давал на это. Третье. Публикация моего ответа и этот призыв вас к покаянию. То есть чтобы я опубликовал. Четвертое. Если же вновь будете упорствовать, то и отлучение от церкви, епископ Евтихий. Вот так. Этим и заканчивайте свое письмо, полученное мною 11.09.1995 года. Отвечаю по пунктам. Это сколько уже 95? Это получается... 12 лет. 22 года. 22 года, да. Дальше. Буду только рад и всегда ищу церковные цензуры. О покаянии. Каким чином? И что нужно будет говорить конкретно, чтобы покаяние было сознанием, с доказательством от вас, что я не прав? А иначе какое же это покаяние, если вы не доказали моей вины, а я не чувствую, что земля вертится, шевелится перед солнцем? Укажите на конкретные выражения, предложения, фразы, чтобы я мог защищаться, а не так, как Кирилл перед немецкими епископами стоял, и они осудили его, будучи самыми приверженцами трехязыковой ереси. Данная статья мной написана под впечатлением того, что я вижу ежедневно в храмах Московской Патриархии. А в храмах РПЦЗ я не вижу ничего, ибо их тут нет. Зачем же подсуседиваться к чужому обвинению? Подсуседиваться к чужому обвинению. Это мое письмо, я как разговариваю с епископом. Когда я вел занятия в местных школах, институтах, то местные благочинные подсматривали за мной и написали против меня статью. Кто же такой Игнатий Лапкин? В краевой газете делали упор на то, что я, де, говорил об их связях с безбожной властью. Они говорили, что мирянину не дозволено о Христе говорить, что я не православный, де. Дошло дело до суда. И тут уже они сделали все, чтобы я забрал из суда заявление на их клеветы. По пункту второму. Я веду занятия в тюрьме. Это моя работа. В университете этой работой я не задеваю никого. Это не катехизаторская работа в церкви. Церковной катехизаторской работой я и не занимаюсь. Так что и запрещать нечего. Отлучение же крайне неложелательно ни вне, ни вам. Ибо оно будет перед лицом Христовым и не в углу совершаться. А если же таковой совершится, то приму как дар Божий и буду плакать у дверей и извне. Но, Римлянам 8.35. Кто отлучит нас от любви Божией? Скорбь или теснота? Или гонение? Или голод? Или нагота? Или опасность? Или меч? Когда уже прошло столько времени, и от вас не было ответа, и я совсем недавно только и подумал и сказал, значит, не достигла цели моя статья. Ну вот, с разных сторон зашевелились тени, погоны и рясы. И пошли письма. Ага, значит, статья живая. Ей дают жизнь. Слава Богу. Отлучение церкви даже для таких светил, как Златоуст, принесло скорбь многим его друзьям. Так и ныне здесь. Но и это можно перенести из великой любви к погибающим овцам России. Перенесем и это. Митрополита мы все любим. И какие бы меры прещения не исходили от вас, мы всегда будем звать вас к себе и любить вас. Своим письмом вы меня несказанно обрадовали. Ибо хотя ревнуете вы не по рассуждению, но статья-то моя живая. И придет время, когда эту статью будут искать. Служение у нас идет на церковно-славянском языке. Богослужение я никак не вмешиваюсь. А за людей, которые приходят через проповедь из погибающего мира, я несу пред Богом ответственность. Свидетельствовать миру о любви Божией. Приводить сектантов в церковь. Кто может это запретить? В нашей общине я несу еще служение. Староста и попечитель. И за каждую выборную должность я держусь. Никому не уступаю без боя. Не уступлю. Не уступлю без боя. Но ваше слово для меня закон. Я сию же минуту подчинюсь и отойду в сторону. Евреям 13.13. Выйдем к нему за стан, нася его поругание. Я не буду в корюнаре стоять. Мне в письме лежит и копия другого письма от отца Иоакима на ваш запрос. Попутно, если это нужно, хотя бы в нескольких выдержек из вашего письма прочтем. Кавычки открыты. Прошу вас, отец Иоаким, прислать мне ответ. Со всеми ли вы утверждениями Игнатия Тихоновича согласны. Потрудитесь дать анализ статьи. У меня есть письмо Игнатия Тихоновича, где он пишет, что на все действия берет ваше благословение. Если не примете мер к исправлению последствий статьи, то я вынужден буду отмежеваться от вас, то есть от этой самой статьи. Я вынужден буду пойти на самые крутые меры, вплоть до запрещения в священнослужении. Уже сейчас, пока я не получу ответа на свои письма, я отказываюсь служить в ваших приходах в Барнауле и Потеряевке. Кавычки закрыты. Повторяю, что отец Иоаким к статье никакого отношения не имеет, ни к составлению ее, ни к благословению, ни к одной. Говорите о последствиях от этой статьи, а вот этого-то и нет нигде. Нигде. Все остается так же, как и было при вас и без вас. Это лишь подворка материала. Ни на служении, ни на молитвах это никак и никоим образом не отражается. И не могло отразиться. И отрекаться, давать анализ не из своей статьи. Да разве до такого доходили гонители Солженицына, когда заставляли отрекаться от архипелага ГУЛАГа? Если же митрополит примет решение, хотя заочно вроде бы это не должно делать, то это будет на чьей совести и кому на руку? А в душе-то митрополит любит Россию, и я ее люблю. И потому как бы незримое благословение нашего архипасторя всегда было со мной и будет всегда. Хотя внешне его могут ввести в заблуждении, что было и не так давно. Мартин Лютер писал римскому папе, что хотя ты, папа, излишься на меня сейчас, но когда я умру, только тогда ты поймешь, как тебе не будет хватать меня. И раз требуете от отца и кима ответа, срочно, то ясно, что вы преувеличили мнимые последствия статьи. Вам нужно будет помнить слова Премудрого Соломона. Премудрого Соломона 6, 5, 8. Страшно и скоро он явится вам. И строг суд над начальствующими. Но начальствующим предстоит строгое испытание. А мне уж думается, что не искали ли вы благовидной причины, чтобы только избавиться от нас? Не вмещающихся в обычные представления о верующих. Это видно было и в письме вашем о том неуютном своем состоянии у нас. О вашем пребывании здесь писали открытым текстом. А причина-то ясная. Премудрость 2, 15. Тяжело нам и смотреть на него, ибо жизнь его не похожа на жизнь других. И отличны пути его. И вот представился благовидный случай расправиться с нашей общиной. Поверьте мне, дорогой наш архипастер, что я ваше сегодняшнее письмо буквально цитировал еще месяц назад, зная вашу реакцию. Думаю, что вы просто не пободрствовали. Скрыть общины, уничтожить, стереть нас порошок можно. Но суть-то дела, от этого не меняется. Народ-то в отеме так и остается. А Россия во мгле гибнет. И в конце вы пишете, что не за себя ревнуете, но за церковь. За верных обязаны болеть. Но мне разве не дорога эта церковь? Римлянам 1, 14. Я должен и еленам, и варварам, и мудрецам, и невеждам. 1 Коринфянам 9, 22. Для немощных был как немощный, чтобы приобрести немощных. Для всех я сделался всем, чтобы спасти, по крайней мере, некоторых. Только потом, когда этих обвинений за эту статью о слове окажется уже недостаточно, чтобы распять меня, то чтобы не искали еще двух лжесвидетелей, чтобы делу придать невидимость. Законой суда, а не бессудного в расправе. Есть такое выражение, компанеллы. Кажется, пытка вопрошала, а боли отвечала. Родить и воспитать легко ли? Убить щелчок. Пульков 9 грамм. И никогда не оживить. Так и родить. Обратить, привести из мира труд титанический. А отлучить, запретить. Тут иногда достаточно такому епископу, как Феодосий Омский, как рассказывают священники его. Просто самодурство. А Гедеону хватало звонка уполномоченного. И когда они разрушали от страха, это был один грех. Но когда ныне никто не жучит, не жжет епископа. А он делает это не менее ревностно. Это уже совсем иное. И исход иной будет для него. Тут тоже есть о чем подумать. Столько людей бредут. Света истинного не видят. Многие так никогда и не покаются. Сколько же нужно труда. Сектанты задушили город и страну. А тут наше шевеление о том, стоит ли подавать русским людям свет Евангелия. Боже мой, да что же это с нами сделалось? Да куда мы завалились? И страшно сказать, кто более всего воюет против русского языка. Прошли годы. И кто знает ныне гонителей Иеронима Стридонского? А он назвал гонителей священников антихристами. В 420 году он умер. И с тех пор мы ни одного не знаем. А он священников прямо назвал. Это антихристы. Дорогой владыка. Вам придется все же готовить катехизаторов, а не запрещать. Не под спудом держать светильники. Живая вода, она из-под каменных плит пробьется. Не замуровать. Если уж за 73 года геноцида устояла церковь, то надо радоваться. 119-1995 год. Игнатий. Прошло 8 лет с тех времен. За это время в РПЦЗ произошло несколько расколов. Многое поменялось. Когда-то нашего епископа заносило на сторону. Далеко от нас. Но теперь все его прихлебатели сдвинулись в никуда. Он сам теперь сторонник того, чтобы люди понимали читанное. И сам он в канон, читаемый над усопшими, внес более понятные слова. Русские. Это слабенькое приближение к полному переходу на родной великорусский язык. Но все же. Приехал к ним высшим мой брат священник Иоаким. И видит, что архиерей читает канон. А служители сидят и между собой разговаривают. Оказывается, это они так выказывают свое несогласие с архиереем. Еретичествующим. Протест проявляют. И не хотят по-русски даже молиться с ним. А он сам перевозчиком стал на русский язык. Теперь уже он в той роли, какую некогда нам отводил. Только и подивишься долготерпению Божию и милости Его, разумляющей нас окаянных. И кто более всего против меня наседал, как Михаил Афанасьевич Буряков, ставший даже диаконом при посредстве этого же Евтихия, он со своими архиермогенами даже жаловаться пытается в Синод на своего любимого кормщего. То есть на епископа жалуются, жалуются вначале, что на русском языке считают. А мы не можем нарадоваться на нашего епископа. И прямо их письмо, которое они в Синод написали, какой ответ из Синода пришел, он у меня на руках оказался. Да сохраните его Господь, да поможете ему и дальше продвигаться в истине. Вот еще два письма верующих во Христа. Письмо митрополиту Лавру, кавычки открыты. Ваше Высокопреосвященство, благословите. Прошу лебезно разъяснить вопрос и некоторое недоумение, которое возникло между мною и моим епископом, пресвященным епископом Евтихием, и которое он не смог удовлетворительно разъяснить, благословив меня обратиться к Вам, как председателю высшей церковной власти. Почти два месяца назад на совещании нашего духовенства я узнал, что трем, по крайней мере, приходам епархии разрешено совершать богослужения с употреблением современного русского языка. Это два прихода на Алтае, поселок Потеряевка и город Барнаул, под окормлением протеерея и Акима Лапкина и в городе Красноярске и еремонахом Александром Лузиным. Седавних пор и сам епископ Евтихий стал проявлять недюжий интерес к переводческой деятельности, правя по своему усмотрению слишком грубые или непонятные, в кавычках непонятные слова, в напрестольном Евангелии. Самый последний пример. Владыка Евтихий читает русифицированный, заупокойный канон на отпевании. Это жалоба, жалоба. А Михаил-то это зять мой, на моей родной сестре женатый, Буряков. Он через меня тут и оказался, пришел. Но и это даже их не останавливает. Как свидетельствует тысячелетняя история русского православия, никто, кроме обновленцев, живцов, кавычках, не отваживался на ведение такого новшества, как изменение языка церкви. Это Михаил Буряков пишет, Михаил Афанасьевич. И Булкаков, Михаил Афанасьевич. И недоумение вызывает и то обстоятельство, что сам владыка Евтихий в одном из своих указов несколько лет назад по этому же поводу с ответственностью утверждал, кавычки открыты, что переход даже отдельных приходов епархии, но потребление русского языка за богослужением неизбежно вызовет церковный раскол. Это он писал так, против нас. Опубликованный православный журнал «Возвращение», номер 4, Санкт-Петербург, 1966 год. Все рассыпалось. 1966 год это был? 1996 год. Статья... Это 1996. Страница 29-я. Да. Неужели архиейский синод или собор зарубежных архипастерей за прошедшие годы принял постановление о замене церковнославянского языка в качестве богослужебного современным русским по желанию отдельных настоятелей или даже прихожан? Вы, как Высокопреосвященнейший Владыка, рассейте мою скорбь и темноту. Подтвердите, пожалуйста, что означенного документа в приходе не существует. Уже заранее говорят, что он должен отвечать. И своей твердой, первой иераршей рукой приостановите соблазн, распространяющийся у нас в Сибири. С любовью о Господе и пожеланием доброго здравия на первосвятительской Ниве законопослушный клирик Ишимско-Сибирской епархии Богоявленского собора дьякон Михаил Буряков. Дальше его адрес здесь. А теперь как? Все, поднялся и ушел, и там еще не заладилось дьякон. Ушел, как афангелу, кажется, против епископа, а против нас воевал. Дальше. Так, Ваше Высокопреосвященство, к всей скорби дьякона Михаила присоединяйся и я сам, и Ерей, и Игорь Дубров, и клирик Богоявленского собора, и еремонах Ермоген, и еремонах Савва Богдан. Просим Ваших святых молитв. Ишим, 22 января 2003 года. Дальше. Кавычки открыты. Досточтивый отец, дьякон Михаил Буряков, Ваше письмо, посланное по электронной почте, получил. Вы пишете, что первосвященный владыка Евтихий благословил Вам послать мне запрос по Вашему вопросу. Некоторое время назад, может быть в 2000 году, или немного позднее, или раньше, преосвященный владыка Евтихий говорил нашим преосвященным, что потерявки имеются тенденции вводить чтение на русском языке. Наши архипастры указывали, что этого не должно быть. Вот они все тут проявились-то. Вот я бы сидел, молчал, еще не говорил, и никто бы этого не знал. А теперь все знают, что и за рубежей. Чего я была не соединяться с московской патриархией? Она такая же. Таким образом, это не было разрешено, как мне помнится. Я надеюсь, что и владыка преосвященной Евтихий помнит это в связи с Вашим сообщением. Не думается, что все Вы, пасторы и духовенство, должны поддерживать своего авгу, преосвященного владыку, епископа Евтихия, и указать тем, кто нарушает наше духовное единство. То есть, по-русски мы стали считать Евангелие в церкви, это мы нарушаем духовное единство. Но единство-то может быть и на погибель, а уже это ничего, никак. Это в зарубежной церкви. Что это неподобающее нарушение, которого не должно быть в наших храмах. На следующем заседании архиерейского синода я доложу нашим преосвященным об этом. Да хранит и благословит Вас Господь. С любовью, о Господи, митрополит Лавр, 23-я, 5-я. Все, его адрес где? США умер, и нигде ничего нету без последствий. Все. А письмо осталось, интересное письмо. USA. В действительности же наш запрос был в ответ вот какой из синода от епископа Лариона 14 марта 1902 года. Теперь я пишу. Тот-то просто ему отвечал ни на чем, а мы вот как получили ответ. Кавычки открыты. Своё мнение по возникшему вопросу мы изложили вашему правящему архиерею предсвященному епископу Девтихию, так как все действия на приходах должны быть согласованы с ним. Обращайтесь к нему еще раз, нельзя разъяснениями. Отстаньте вы окаянные от меня. Дальше. И кто? Иларион отвечает, который у нас сейчас митрополит. Дальше. Понятно, что благодать, которая на нашем архиерее, она нисколько не ниже той благодати, какая есть на других архиереях, вплоть до патриарха. И наш правящий архиерей сам ответственно знает и разрешает нам читать тексты Библии по переводу синодальному 1876 года на русском языке во время богослужения в наших храмах. Это теперь у нас служат и считают, главное, все, и приезжает митрополит, считают только по-русски. Бороться надо. И сам при этом присутствует и ответственно видит. Он говорит, я ответственно заявляю, я теперь это слово ответственно ему и говорю. Что никакого раскола, никакого соблазна нет ни для одной души от русского языка. Он это увидел. И вот это у нас, когда нет священия, как-то называя апостольское служение, я ему дал прочитать. У батюшки было это, все них сидели, а он сидел тут на полке и, ну, около окна-то, прочитал, а что тут, тут все как надо. Вот и все. Я считаю это за благословение. Значит, остальные, кто пугает русским языком и как жупелом умерщвляет прихожан, есть лжицы полновесные и безответственные. Лгут почему? Духа святого обмануть хотят. Это я пишу. Значит, когда давали нам ответ, упирая все на нашего владыку Евтихи, они уж точно знали, что он такой же, как и они, и что он не даст напросимое. Но когда он не по их мыслям устроил нашу просьбу, то теперь что? Его уже не считать архиереем, и его разрешение не считать действительным. То есть они добивали еще, получилось, пока письма ходили туда и сюда. Вот. Значит, все же есть перемены в нашем епископе Евтихии. Я об этом и говорю. Благослови наш Господь, который так устроил и расположил сердце его к такому благому и спасительному делу, сделать понятное служение Богу. Мы, когда ездили в дальние поездки, мы всегда у него благословлялись, и машину нам благословил, и хорошее отношение, и по сей день. Дальше. И вот только что получил первый номер газеты «Христианин» за октябрь 2003 года. Страница вторая. Тюменская область, город Ишим, улица Коркинская, 52. Телефон. Епископ Евтихий. Кавычки открыты. Поездка по Теряевку. Недавно епископ... Это статья в их журнале и по архиальном. Недавно епископ Евтихий вернулся с Алтая, где посетил общину верующих в деревне Потеряевка. Жизнь в этой деревне отличается тем, что ее устав позволяет селиться там только православие. Главным. Трудолюбивым, безвредных привычек людям. Глубокое знание Библии та основа, на которой зиждется быт и вера потеряльцев. О! Понятно как. Ну, это и не я пишу. Это журнале, уже тут никуда не денешь-то. Дальше. Когда-то деревня исчезла с лица земли и вновь возродилась благодаря двум братьям Лапкиным Иакиму Тихоновичу и Игнатию Тихоновичу. Брата Иерей Иаким настоятель потеряевского свято-анфимовского прихода. А Игнатий главный организатор и вдохновитель жизни потеряется. Вдохновитель. То есть, если я не буду вдохновлять, значит, они задохнутся и помрут там. Это смешно мне, это все. И он, епископ Ифтихий, сидит на занятиях, я веду занятия в университете, и он сидит, мою книгу считает, книгу Крестному православию. И когда здесь собрались люди, были, корреспонденты, все, а он что-то ответил, и опять мою книгу из рук не выпускает Крестному православию. Снимки сохранились. Я знаю, великое чудо Божие, Слово Божие. И никогда не надо отчаиваться. Патриарх не приехал в Патеряевку. Но батюшка, видно, что и Путин должен приехать. Дальше. Игнатий Тихонович широко известный не только у себя на Алтае, но и вообще в России и за границей проповедник. О, совсем другие слова. Дальше. В церковной иерархии он занимает первую ступень чтеца. Ихрейтор. Но несет на себе основной труд проповеди. Всю жизнь, несмотря на преследование, Игнатий изучал Священное Писание. Сам написал семь томов трудов по изучению Слова Божия. Так, понятно, семь. А теперь-то оказалось не семь, а сколько у меня? Тридцать три тома. Семь и тридцать три. Это разница. Кавычки открыты. Для меня общение с ним и его сподвижниками это заряд энергии в деле проповеди нашей веры. Вообще. Рассказывает Владыка. Я сразу вижу недосчеты в своей пастырской деятельности. О чем они говорят мне прямо, без обиняков. Кавычки закрыты. Интересно. И дальше. Такие поездки епископ совершает регулярно, посещая каждый свой приход, как минимум один раз в год. А всего у них более двадцати. Богословская. Это журнал их, эпохиальный. Тут уже не то, что зазомбировали епископа. С кем не встретимся, все епископы зазомбированы, получается. Так мало того, он мнение сменил, когда был против признания канонического канона. Он правильно, умница, сделал как надо. Он выступает против крещенских купаний во льду. Его статья везде муссируется. И мы у него были там и ночевали, каждый раз туда и обратно, когда ездили. А он у нас в это время был и уже ну да, на пять лет оставляли. Считаем. Решимость срочно лидеру нужна. Священнику, епископу тем более. В день, пока я не идти против рожна, львы прославляются, не зайцы и не кролики. Стихотворение какое. Где нет решимости за истину восстать, зерно не прорастет и камень не поднимет. Трусливым, боязливым не быть возле Христа, не изменить апатию и климат. Вообще, вот все, что я вспоминаю Бальбан, то у него стихи текли так. Вот представьте себе, у меня 3467 стихотворений по 9 куплетов и ни одной помарки нет. Из чистого листа все писали. Ты видишь, как оно одно ложится и при том смысл-то какой. Не то, что я восхваляю, но просто самому теперь интересно. Будь ты епископ, даже патриарх, но если был крещен без погружения, имей же мужество, хотя в зачатке страх, сломи свое упрямство и дай врагу сражение. Решительно, сегодня, навсегда, с привычками дурными нещадно распрощаться, соратники осудят, будут наседать, пугать отступничеством, ересью, несчастьем. Не опускай глаза, сумей-то сейчас сказать, что говорит нам Библия, каноны, столпом во храме будь, не отступись назад, расшаркайся с грехами на земном поклоне. До свидания, вот так шляпаю по низу. Возврата к прежнему не знать по бездорожью, другим испытанное смело возвести. Себя зауважаешь, жизнь не напрасно прожил, через болото гать сумеешь намостить. То есть через болото гать наступить, это лежат бревна к бревну, что можно будет переходить. Герой веры дух святой венчает, евангельскую проповедь воздвигни на горе. Бог предается нами, как трусостью, молчанием. Но твой маяк над скалами один будет гореть. Кто не отвергнется, решительно родных, мешающих последовать за Богом. Погаснет там светильник, заелится родник, на ровном месте заплетутся ноги. Нам власть дана не в силах описать, на силу вражью наступать на змея. Смущает первый шаг, сотри испуг с лица, с Христовой властью выступим, сомнение одолеем. Ну, не стихотворение, ну, еще я могу сказать, но я согласен, не стихотворение, но назовите проповедью, это интересно будет. Все? Все? Все. Ну, как жалко, как время быстро кончается. Так, мне надо какой-то выйти здесь. Я сейчас...